Не люблю Москву. Простите меня, не кидайте у меня камни. Не мой город, вот не мой. Я вот абсолютно петербуржец от а до я. Я как-то привыкла к своему серому небу низкому, к домикам. Если вдруг, то я готова переехать на полгода, на год. Это вполне. Но вот так вот, чтобы на всю жизнь переехать... Ну и мне кажется, что сейчас мы имеем возможность жить в Питере или жить в Москве и сниматься во всех этих городах. Сапсаны и все это реально. Семья такая творческо-актерско-певческая. Дедушка был певцом, народный артист РСФСР. Он пел даже на фронте, он был ранен. Каком ансамбле? Я щас не скажу. А бабушка у меня была конферансье. Мои родители в разводе, но они развились, когда мне было два года, если не ошибаюсь. Но я знакома с папой, у меня никогда не было желания какого-то тесного общения. То есть как-то, ну окей, папу, привет. Все, пока. Я к маме. Мама настолько заполнила собой все мое пространство в детстве. Она меня поддерживала и поддерживает в любых моих начинаниях. Да, она помогала мне, когда я поступала, переживала, ждала меня у академии. Когда вот встал вопрос выбора профессии, именно. Я поняла, что я себя ни в чем другом не вижу, кроме этого. В моей жизни был еще параллельно спорт, конный спорт. Я была в выездке, получила кандидата в мастера спорта. Для меня вообще все животные, они больше, чем животные. И мы команда, уж если получили травму, значит уходим вместе, куда можем уйти вместе. Бася. Дома Бася. Она до сих пор у меня стоит в конюшне. Я к ней приезжаю кормиться, гладиться, общаться. Все, что могли взять, взяли. И ушли она на пенсию, а я учиться. Я хотела в эстраду, да, потому что я с детства занималась вокалом, танцами и речью в детской студии. И как-то я себя видела, да, в мюзиклах. Я когда поступала, я поступала только на эстрадный факультет. Пока именно в драматический театр как-то я, я себя в нем не вижу. Хотя все может измениться. На самом деле я не люблю вообще загадывать, но мне хочется каких-то интересных проектов. Просто на самом деле, наверное, я наелась в театре эстрады какой-то вот среднестатистических спектаклей. Да простит меня нашу художество руководить. Мне хочется вот каких-то экспериментов. Вот у нас даже один раз в театре поставили спектакль Клоп по Маяковскому. Я настолько кайфовала, каждый раз выходя на сцену и понимая, что ползалу это не нравится. Мне вызывало такой кайф. В этом есть мысль, в этом есть посыл. Но хочется каких-то неоднозначных, наверное, персонажей, у которых от начала фильма до конца что-то меняется. Но я вообще люблю больше отрицательные персонажи. Не знаю, они для меня какие-то как-то более обаятельные, что ли. Я вообще мечтаю сыграть ведьму какую-нибудь. На самом деле это классическая история, когда женщина ждет, 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 потом уже, ай, ладно, хрен с ним, и тут естественно. В тот момент, когда уже думаешь, ладно, уже господи, будем жить так, происходит. Рано, наверное. Нет, я вообще всем своим подругам говорю, не торопитесь, что там делать в этом замужем, не надо. Мы с мужем начали встречаться на первом курсе, и то есть мы в какой-то момент уже поняли, что ну мы все равно уже живем вместе, уже все, ну давай, давай распишемся, ладно. Мне кажется, да, залог счастливых отношений в какой-то вот гармонии, балансе общения, близкого общения, но при этом какой-то свободы внутренней. Чтобы не чувствовать себя привязанным постоянно к человеку. Взяли неделю назад собаку, и я, это было, наверное, самое мое такое ответственное решение в жизни. Ну, то есть, если мы ее берем, мы ее уже обратно отдать не можем, потому что, ну, для меня это невозможно. Вот, и я очень переживала, я очень нервничала. Понятно, что мы, естественно, как увидели, сразу влюбились, забрали, и вот неделю у нас уже чудо дома живет. Я по жизни очень боюсь каких-то действий, которые я не могу обратить назад. Именно поэтому детей нет? Ну, пока, да, пока я не готова еще. Ну, возраст позволяет еще подурковать, пожить для себя. Ну, и как-то надо, мне кажется, быть человеком уже таким, который способен воспитать человека. Хотя говорят, что чем ответственнее, чем страшнее, тем, значит, более готов. Я помогаю приюту для животных. Я организовала акцию «Театр эстрада помогает». Мы с ребятами, кто захотел, поехали в этот приют, устроили там фотосессию с подопечными. Кого-то на фотографии увидели, пару собак забрали, и вот это была наша победа. Мы поняли, что все, не зря, хотя бы несколько жизней мы спасли. Да, я счастливый человек, я очень счастливый человек, потому что, ну, у меня, тьфу, все здоровые, родные, близкие, друзья. Я занимаюсь любимым делом. У меня есть любимый человек. Ну, на данном этапе, я не знаю, что будет завтра, но вот сегодня и сейчас, да, я счастливый человек.